Как детям и подросткам рассказывать про это? В свое время на теме полового воспитания в школах было сломано очень много копий. Когда-то у нас не было своей собственной системы, и в школьные классы приходили так называемые эксперты, которые раздавали детям прервативы и фактически мягко склоняли их к раннему старту сексуальной жизни. Так каким же оно должно быть и должно ли быть в принципе пресловутое половое воспитание, если можно так сказать, православной традиции? Кто должен его организовывать? Семья, школа или может быть даже церковь? И в какой форме? Нужны ли нам сегодня, как вы думаете, уважаемые коллеги, уроки полового воспитания в школах, в наших средних школах? Отец Дмитрий, как вы думаете и поменялось ли каким-то образом ваше отношение к этой теме за последние лет 20? Сколько мы об этом говорим в общественном пространстве? Нет, у меня не менялось. Дело в том, что церковь чуть более двух тысяч лет занимается половым воспитанием людей. И это очень важная такая составляющая, потому что пол человека это есть его ипостасное свойство. Человек, созданный Богом по образу и подобию своему, он явлен в бытии в трех ипостасях. Мужская, женская и детская. Поэтому очень важно, когда в домашней церкви, в которой есть семья и так задумано Богом, из мальчиков выращивают мужчин, а из девочек женщин. Из мальчиков отцов, а из женщин матерей. Это и есть основа воспитания его половая составляющая. Поэтому без этой окраски воспитать невозможно. Будет такая нивелировка. Это совершенно раздельное воспитание мужчин и женщин. И соответствующие знания, получается, дети должны получать именно от родителей на уровне семьи. Да, внутри семьи, как внутри домашней церкви. А потом, получившись заряд, ну, во-первых, целомудрие, во-вторых, сведения очень важные о Боге, о церкви, о том, что хорошо и то, что плохо. Это все человек получает в семье от просвещенных светом Христовой истины родителей. Если это не происходит, мы идем тогда в хвосте у либералистической религии, которая разрушает все на свете. И тогда возникает секс как отдельная дисциплина. Сексология даже это называется, отец Дмитрий. Такая наука, посвященная именно вот даже не просто гендерным отношениям. Это расчлененка такая единственного такого целомудренного естества человека. Имеется в виду весь комплекс человека. И чувства, и воля, и разум, и просвещение. Это все включается в развитие одной личности. Вот сторонники отдельных уроков полового просвещения в школах говорят о том, что многие родители не справляются с этой функцией. Плохо или недостаточно рассказывают детям про половые отношения. В результате гораздо больше в грязной форме им рассказывают улицы, как следствие ранние аборты, ну и ранние заболевания ВИЧ-инфекциями и так далее. Юниус, а как вы думаете, скажите? Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что многое, что делает человек, это вопрос его просвещения, его отношения к жизни, позиции его согласно вот этому первичному просвещению. Смотрите, если не занимаются определенными детьми, то они становятся детям ауглия. Мы знаем прекрасно, что люди, которые попадают, есть такие случаи, в лес, воспитываются волками, они имеют все повадки волку. Но есть вещи, о которых, если и просвещать, надо делать очень деликатно и осторожно. Так вот, я хочу сказать, что если, как здесь было очень точно сказано, если мы будем воспитывать в человеке, скажем так, я более жестко скажу, Человек, воспитанный в благостной семье, приобретет благостность. Человек, воспитанный педофилами, большой вероятности станет таковым. Поэтому, если мы говорим о том, что наша цель направлена на создание гармоничного общества, общества матерей, общества отцов, общества, так сказать, строителей, извините за такой пафос, строителей нашей лучшей жизни, любови к родине и так далее, там подобное, а не то, что мы здесь вот нагадим, а куда-то уедем, то в этом случае мы понимаем прекрасно, что и отношение к нашей молодежи, к детям, оно должно быть именно под таким углом. И этому их надо учить. Без этого ничего не получится. Но учить в каком формате? Все-таки в семье? Либо как-то это выносить на какое-то общество? Делать это за состоянием общества, общества? Вы знаете, если, например, помните, как у Соцкого, чему учат, так сказать, семья и школа? Если в школе будут говорить, что слушайся взрослых, слушайся старших, слушай родителей, они плохого не посоветуют, в любом случае, мать это святое, отец это святое, давайте общаться, начнут работать, я подчеркиваю слово ключевое, работать, работать не только с детьми, но и с их родителями, пытаться посмотреть, что происходит в семьях, ну заниматься этой проблемой. То в этом случае мы будем иметь совсем другие результаты, нежели часто иметь. Янница, а если в школах будут рассказывать, как принимать таблетки противозачаточные, как надевать позервативы и так далее? Это же было у нас в свое время, причем так ярко и активно. Я так скажу, у меня резко негативное отношение к подобным вещам, резко негативное. Я считаю, что все, что приемлемо для определенных западных культур, ювенальная юстиция, которая совершенно отвратительно не вписывается в нашу действительность, и она должна быть по определению отодвинута и не принята. Все, что касается сегодня тех способов воспитания нашей молодежи, так же. Поэтому я еще раз говорю, что я человек православный, но каждый человек выберет в себя веру. Главное, чтобы она была. Гораздо хуже, когда человек не верит. Понимаете, помните знаменитую фразу, не страшно, что они в Бога не верят, страшно, что они в чертов дьявола не верят. Так вот этот дьявол, он захватит в итоге души человеческие. Человек должен верить в что-то такое позитивное и к этому идти и стремиться. А если ему все время говорить всякие гадости, смотрите, количество педофилов и преступлений, совершенных в этой отрасли, действительно растет. Почему? Потому что каждую минуту говорят, смотрите, как изнасиловали семилетнюю девочку, а смотрите, надругались на 10-летним мальчиком. И у людей потихоньку-потихоньку мозги начинают сдвигаться в определенных направлениях. И мы видим увеличение, несмотря на определенные жесткие меры, и всплеск в этой области. Валентина Александровна, у нас преимущественно пока эксперты говорят о том, что все-таки вопросы полового воспитания – это прерогатива и зона ответственности семьи. То есть соответствующие знания дети должны получать от родителей. А как вы думаете, нужны ли сегодня в наших школах какие-то специальные уроки, либо классные часы, посвященные тому, что мы называли когда-то секс-просвет? Вы знаете, для меня вопросы полового воспитания – это не чисто в том виде, в котором трактуется, как слово «половое воспитание». Оно состоит из целого комплекса духовно-нравственного воспитания человека, поведения его, морали его и так далее, и так далее. Потому что если вы скажете ребенку, что там в 14 лет рожать нельзя, а до этого вы ничего не будете ни в семье делать, ни в школе, ребенка формировать таким образом, чтобы у него было чистое нравственное отношение к своей будущей жизни, уважение к матери, к отцу, уважение вообще к тому, что происходит вокруг тебя, тогда, конечно, он точно так же прагматично, цинично скажет, а что вы меня учите? Я сам все прочел в интернете, сегодня в этом не проблема. И так далее. Поэтому для меня половое воспитание – это комплекс вообще по отношению к ребенку, всего того, что его окружает. Вот этой социальной жизни и как он должен ее воспринимать, научить его видеть, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому это, знаете, нельзя подходить только с оценкой той, которая иногда подходит. Рассказывать чисто технически, как дети происходят, а все остальное остается за бортом. Это абсолютно неправильный подход, потому что на уроках биологии предусматривается, предположим, строение человека и так далее. И никто с этим не спорит. А вот как в это заложить вот ту духовность, нравственность поведения, мораль и так далее – это уже целый комплекс тех мер и то, чем должен обладать. И преподаватель, начиная с собственной одежды, походки, манеры разговаривать, отношения между детьми и взрослыми, точно так же в семье, то, что видит ребенок. Двойное поведение родителей или нет, когда они при ребенке говорят одно, а на улицу выходят, говорят другое, а дети это видят. Я хотела бы Ирину Яковлевну спросить. Вы этой темой занимаетесь, ну, близко ее наблюдаете, наверное, лучше, чем все эти присутствующие, много лет последних. Как вы думаете, все-таки должны ли у нас сегодня в школах присутствовать какие-то, ну, отдельные часы, посвященные этой теме? И какими они должны быть? Ну, я сразу вам скажу, что я этим вынуждена заниматься, потому что я практически психолог детский, и я вижу очень много детей, в том числе детей, искаженных вот этим ранним просвещением, даже в семье. Вот вы сказали, что иначе дети получат это просвещение во дворе. Ну и что? Двор был, будет всегда, и ничего страшного в нем нет. Потому что одно дело во дворе, или, как теперь принято говорить, в подворотне, а другое дело, когда авторитетная учительница, а для ребенка учитель, как бы он ни хихикал над ней за спиной, на самом деле очень авторитетен. Будет рассказывать про то, что уместно слушать будущим врачам-гинекологам, это ужасно. Ну и еще хочу сказать, что, вот я сразу хочу сказать, что сексуальное просвещение в школе для меня, хотя в уголовном кодексе нет такой статьи, к сожалению, вот для меня это особо тяжкое преступление, потому что это преступление не только перед нравственностью детей. Как клинический психолог я хочу сказать, что это тяжкое преступление перед детской психикой. Такие светочи психиатрии, как профессор Драбкин, профессор Козловская, профессор Остроглазов, говорили о том, что сексуальное просвещение в школе – это искусственная инвалидизация психики детей, потому что разрушая чувство интимного стыда, обязательно разрушаешь психику в целом. А чувство интимного стыда – это один из главных признаков здоровой психики. То есть из уст учителя получается хуже и деструктивнее, чем в подворотне услышать. Я даже вам скажу, что из уст родителей это надо делать с огромной осторожностью, а может быть, в каких-то случаях и не делать вовсе, потому что здорового человека, человека со здоровой психикой вообще-то ведет инстинкт. И когда юноша женится, а девушка выходит замуж, инстинкт им подсказывает все эти вещи. А ронять авторитет родителей я бы не стала, просвещая детей дома. Игорь Иванович, вы согласны? Я вижу, в ингредиентах кивали. Вот что у вас вызвало согласие, что не согласие? Абсолютно. Вы знаете, ну, потому что сказала Ирина Яковлевна, да и все предыдущие выступающие, абсолютно согласен. Могу только дополнить, в связи с тем, что занимаюсь социологией и смежными дисциплинами, изучал этот вопрос, в научном плане изучал, в том числе в плане доказательной медицины. Даже как-то посчастливилось познакомиться с одним из светочей уже из Европы, Хакин де Ирала, испанский профессор в области доказательной медицины. Он написал совместно с американцем Эдвардом Грином хорошую книгу. Исследование по тому, какие результаты влечет вот это самое образование. И оказалось, что здесь надо обратить взгляд не столько на Европу, сколько на Африку. Почему? Потому что Африка в свое время столкнулась с эпидемией СПИДа. И те страны, в частности Уганда, которые приняли за основу модель консервативного полового воспитания, образования, когда сохраняли чувство интимного стыда, когда говорили о целомудрии, когда говорили о недопустимости разрушения детской психики и выкладывания наружу очень интимных вещей, те страны сумели в 3-5 раз снизить эпидемию СПИДа, остановить ее и так далее. А страны типа Бацваны, ЮАР, наоборот, сделав ставку на либеральную модель, очень сильно деградировали. То есть ничего это не спасает на самом деле от СПИДа? Наоборот, это хорошая технология по вымиранию, по росту заболеваний, передающихся половым путем, по насаждению девиаций. И, кстати говоря, наша историческая практика, еще до революции, никакого подобного образования, просвещения, самый высокий уровень в мире рождаемости, самый низкий уровень разводов. И вся культура, кстати, не только русская, в принципе, христианская культура, она построена на том, что человека с младенчества подводят к будущей материнской и супружеской роли. Не говоря о каких-то вещах, которые нельзя раскрывать до определенного момента. А что нам скажет врач Евгений Федорович? Вы послушали студию, ваше мнение. — Прежде всего, я хотел бы всех православных христиан поздравить с наступившим постом великим. — Спасибо. — Дать всем силы, бодрости, такого духа. — Спасибо. — Ну а тема, которую мы сегодня обсуждаем, тема чрезвычайно актуальна во все времена. И сегодня, и вчера, и в будущем она будет такой же актуальной, потому что такова суть развития человека. Если говорить о том, где и когда первые азы должны получаться у детей наших, то, вне всякого сомнения, я буду считать, и считаю всегда, это семья. Это первый шаг, который нас, собственно говоря, определяет. И именно семье нужно уделять самое большое внимание в воспитании будущих поколений наших. Если говорить с биологической точки зрения, то ребенок себя начинает идентифицировать, как мы понимаем, где-то, и уже свою ощущать половую принадлежность, где-то около трех лет. Затем идет такой подростковый возраст, и когда ребенок становится уже физиологически половозрелым, а это примерно в разных местах, где-то от 11 до 16 лет, этот самый трудный период. И мы в психологии, кстати, знаем, что подростковый период самый сложный. Вот этот момент самый главный, наверное, в том, чтобы его не упустить. И опять-таки, я соглашусь с тем мнением, что, говорим сегодня, роль родителей может быть неоднозначная. Еще неизвестно, как они могут преподнести эти уроки. Ну, коротенький пример о себе лично. Когда я подрастал и был примерно в таком возрасте, мама выписывала журнал «Здоровье». В этом «Здоровье», которое я прочитал первое, как с мальчиком поговорить о его сексуальном воспитании. Я быстренько все это прочитал. Некоторые у меня с улицы, будем говорить так, впечатления уже были. И когда мама со мной попыталась очень стыдливо, краснея, как-то волнуясь завести этот разговор, я сказал, мама, не переживай. Я все знаю. Я уже все знаю. Показав ей эту статью. Сколько вам было лет тогда? Я думаю, что это было где-то лет 14. 14-15 лет где-то вот этот вот был период. Ну, а с другой стороны, понимаете, ведь, как говорили древние, «темпура мутантур этнос мутантур ин илес». Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Мы должны идти друг другу навстречу. И сегодня говорить так, как мы говорили в средние века, уже невозможно. Потому что я считаю, что колоссальное безобразие у нас творится на телевидении. Я не буду говорить о каких-то отдельных каналах. Спас, кстати, один из самых прогрессивных в этом отношении. Но что мы видим? Опять-таки, в 60-е годы у нас телевизор, семья собирается посмотреть кинофильм. Начинают целоваться, мне закрывают глаза. Отвернись, поцелуй. А что мы сегодня видим в телевидении? Днем, в самое время, когда дети приходят со школы, не только в рекламе, но и в каких-то кинофильмах нет отбора, нет добра, нет нравственности, исчезли сказки. И вот в этом отношении, мне кажется, что все-таки роль педагогов и школы, она тоже имеет место быть. Но какой? Конечно, не показывать приемы, никоим образом не обсуждать Камасутру, не рассказывать, какие бывают взаимодействия между мужчиной и женщиной, а говорить о болезнях, которые могут быть получены, если не соблюдать определенные гигиенические правила, если не соблюдать какие-то общие правила о том, к чему могут привести эти последствия неправильных. То есть вот ту физиологию может быть несколько в большем объеме. Но опять-таки, здесь должны быть готовые специалисты, которые могли бы это все делать. Идняк, не согласны с этим? Я думаю, что надо менять всю нравственную среду, не говорить о том, что сейчас другое время, не надо путать старое с вечным. Понимаете, вот манипуляция, которая сейчас очень принята, мне кажется, одна из манипуляций заключается в том, что подменяют вечное старым. Говорят, ну, сейчас уже другие дети, другие времена. Да нет, дети не другие, их расчеловечивают искусственно. Они не другие, они очень стыдливые. И, между прочим, маленькие дети, даже самые маленькие, мне рассказывают родители, сами отворачиваются, когда видят поцелуй на экране. Но еще хочу сказать, что вообще-то мы должны понимать, в какой контекст все это вписано. В 1974 году был написан секретный меморандум национальной безопасности США, ММС-200. В 90-е годы его рассекретили. Просочилась информация в прессу, ну, а потом пришлось опубликовать его. Там черным по белому написано, что это одна из замечательных технологий по сокращению населения в других странах. Черным по белому написано, что сексуальное просвещение это одна из технологий по сокращению рождаемости. Как раз демограф может прокомментировать, да? Знаете, я в данном случае, во-первых, хочу поблагодарить, да, за то, что вещи называются своими именами. Действительно, этот меморандум определил демографическую политику в глобальном масштабе на десятилетия вперед. И до сих пор это продолжает навязываться во многих странах. И, с другой стороны, хотел бы поддержать уважаемого доктора, потому что, когда, я так понимаю, он говорит, что дети немножко другие, имеется в виду отнюдь не отрицание, наверное, универсальных ценностей, а то, что дети, они в гаджетах, там, допустим, да, то есть интерактивные и так далее. И это вынуждает нас, я говорю сейчас как родитель, наверное, этот момент все-таки учитывать. И нести, опять же, вечные ценности, но уже выбирая тот или иной язык изложения. Я бы хотела вот о чем сказать. Дело в том, что дети действительно поставлены в иную социальную среду теперь уже, в иное общество. И здесь я поддержу доктора в том плане, что он не имел в виду там ценностей или человека, или вечное. Не в этом дело. Дело в том, что мы не можем закрывать глаза и отрицать того, что дети, которые росли тогда в Советском Союзе, в общей обстановке, которая была призвана и направлена совсем на уважение, на другие ценности, другое почиталось и так далее. И мы не можем говорить об этом плохо, коль скоро это было хорошо. Как бы кто ни говорил, что плохо, то плохо, что хорошо, то хорошо. Но, например, сейчас ребенок, даже если вы будете очень стараться, и семья благопорядочная и так далее, вдруг мы узнаем, что девочка в 13 лет забеременела. Почему происходит? И когда беседовала, вот я недавно беседовала с такой девочкой, полтора месяца назад, а она говорит, надо мной смеялся весь класс, меня все пинали, что я вот такая вся из себя, недотрога и так далее. И я всем решила доказать, что я такая же, как и они. Это что? Это значит, что нет системы целенаправленной работы, когда той работы по формированию внутреннего состояния человека, чтобы он понимал, уже будучи ребенком, что самая большая ценность в жизни – это он сам. И его будущая жизнь, его будущие дети. Если это девочка, то она должна стать матерью. Какой матерью? Второе. Вот здесь было сказано абсолютно правильно. Я бы в школе ввела вот такие уроки и предметы, не только, как вот мы детей загрузили математикой, физикой, все это нужно. У нас нет главного. Как ребенка научить выбирать, еще раз повторюсь, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы ему вот в этой социальной сегодняшней жизни, посмотрев на экран телевизора, посмотрев, мы не спрячем уже, хотим мы это или нет. Да, мы что-то можем серьезно ограничить. Но посмотрят в другом месте, возьмут книги другие и так далее. Как его научить вот тому целомудрию, чтобы он мог абсолютно примером для него быть. Мама, которая верна своему супругу, мама, которая родила ребенка, выйдя замуж, и так далее, и так далее. То есть вот эти вещи, они закладываются тогда, когда поперек ребенок лежит, а дальше они должны продолжаться в школе. А вот эти взаимоотношения между мальчиками и девочками, начиная с садика, вот мы заметили, делали анализ, там, где детей в детском саду учат, что ты девочка, мальчик не может тебя обидеть. Там мальчик подними, девочка уронила, пожалуйста, ей дай. Ведь это не говорит о половом воспитании, а в самом-то деле закладываются основы понимания, что мужчина в будущем, это вот сегодня ты мальчик маленький, и только воспитатель знает, что из него вырастет мужчина, а из девочки будущая мама. И они опосредованно закладывают вот эти вещи. Сегодня этим, в системе, ну кто занимается, давайте честно скажем, именно в системе. Как у вас в семье этот вопрос решается? Вы психолог, мама троих детей и супруга священнослужителя. Как вы своим троим детям отвечаете, ну, наверное, уже у вас дети подростки, да, уже, наверное, от них вы слышите вопросы, откуда берутся дети и как вообще все это происходит? Как вы решаете эту проблему у вас? На самом деле родители всегда находятся, и воспитатели между двух таких страхов, да, чтобы не сказать неправильно, не вовремя и не то, да, и поэтому лучше, может, вообще не говорить. И тогда нужно попытаться изолировать, да, с другой стороны от общения, от какого-то окружения, и в результате ребенок может оказаться без какой-то адекватной информации, о какой информации ни технической, ни физиологической стороны вопроса, разумеется, в этом я согласна со всеми и благодарю за такие научно обоснованные данные, лишний раз убеждаюсь, да, тоже с такими данными знакомилась. Но о чем говорить? А говорить о любви, о высокой стороне, потому что вопреки тому, что вот кажется, что церковь, да, относится к, ну, как-то вот очень так предвзято к этой теме, нет, церковь очень высоко ценит и брачные ложи, и плоть, в принципе, и об этом она нам, собственно говоря, сама и подсказывает, да, говоря... Брачная ложь освящается венчанием, собственно. Да, что оно честно и непорочно, и даже недавно меня вот поразили в самое сердце слова Иоанна Лесвичника, казалось бы, да, такой монашеский, какой-то аскетический труд, его Лесвица, и там было сказано такие слова, что я видел нечистые души, которые пускались, да, вот в эту эротическую любовь, и этот как раз-таки опыт поворачивал их душу к Господу, да, и они потом начинали искать. Я была поражена, да, такой богословский аргумент любви между мужчиной и женщиной, что она является воплощением, да, каким-то вот, может быть, не таким самым высоким, но на низшем уровне, да, на телесном воплощением любви божественной. Поэтому говорить о любви, о хорошей классике, о том, что дети берутся от любви. Это как раз в рецепт вашей семьи, можно сказать, да? То есть, ну, вот вы, вам уже вопросы задают такие? Да, и дети задают вопросы, когда наблюдают что-то, это неизбежно. А опыт родителей, присутствующих в студии, каков? Надо ли говорить самостоятельно, либо дожидаться, пока дети начнут расспрашивать про это? Да, дети... Как вы делаете? Вы знаете, я хочу буквально пробежаться по некоторым очень важным, мне кажется, проблемам. Вы знаете... Вопрос все-таки мой, вы могли бы не игнорировать. Вопрос, да, вот я как раз хотел как вторую часть своего спича сказать об этом. Вы знаете, у меня в семье младшая дочь, например, она в свое время, ну, фактически заболела похудением. А сколько лет девочки? Ну, сейчас она взрослая уже, она уже взрослая женщина. Уже дама. Да, да, дама. И просто я хочу сказать, мы решили это внутри семьи, несмотря на определенную моду, несмотря на то, что все это в социальных сетях ей рассказывали. Просто было взаимодействие с ребенком, и в итоге вопрос был лишен. Но я главное хочу сказать. Вы знаете, во-первых, слово демократия. Демократии никакой нет, когда есть власть меньшинства на большинство. А на сегодняшний день вот эти разговоры про меньшинство, что их надо лелеять, и в западном как бы идее, и так далее, она приводит к гипертрофированным моментам, потому что всегда в обществе найдется маленькое число извращенцев и негодяев, которым будет удобно определенным образом вести свою, в том числе и политическую деятельность. Появились целые партии педофилов, которые говорят, наши права нарушены. Я серьезно вполне в Европе, которые говорят, что нам тяга к детям такая специфичная, почему любовь, почему нам мешают, у нас наши права ограничены. Так вот, несмотря на то, что у меня сложное отношение к слову демократии, человек, который придумал термин, говорил, что нет ничего хуже, потому что есть и лучшие формы, он считал. Я хочу сказать, что это все-таки власть большинства над меньшинством, потому что большинство в целом, как средняя температура по больнице, она поет хором чисто, и общество в целом в состоянии решить все эти проблемы. И поэтому ни в коем случае вот это не надо идти на поводу вот этих маленьких когорт, которые пытаются нам что-то навязать. И главное, наверное, последнее. Мы проходили через сложные периоды, после 17-го года, мне моя бабушка рассказывала, в трамвай зашла, сидит девушка абсолютно голая, по комсомольской путевке, я не хочу обидеть коммунистов, но тем не менее, через плечо у нее лента, и на ленте написано «Долой стыд». Это быстро свернули и поняли. Так вот, на сегодняшний день мы испытываем тоже сложности, в том числе, общаясь с европейскими так называемыми ценностями. И наша задача устоять, и ни в коем случае не допустить превалирования вот этого так называемого опыта над нашим внутренним нормальным состоянием души. Здорово. Можно добавить к этому. Я хочу сказать, что я не могу согласиться с тем, что нам надо как-то приноравливаться к тому, что якобы неизбежно. Вот так же, как вечное объявляют старым, точно так же, какое-то свежее зло называют уже давно существующим, а главное неизбывным. Например? Мы суверенная страна или нет? Почему мы говорим, что нельзя защитить детей от разврата в интернете? Можно защитить, Китай защитил, и даже нищая Румыния защитила, а мы не можем. У нас есть целая лига безопасного интернета. Можем прекрасно защитить. И от многого другого. От растления по телевидению можем прекрасно защитить детей, если у нас телевидение будет нормальное, и пресса будет нормальная. Поэтому, если Африка это делает, если в Африке в четырех странах расстреливают за упомянутый только что гомосексуализм, а в остальных странах строго запрещают законам. Отец Дмитрий, а почему, как вы думаете, у нас сегодня по статистике средний возраст, начало половой жизни это 16 лет и даже меньше по тем цифрам, которые есть у нас у социологов? И бывали ли у вас вот в вашем пастерском опыте случаи, когда к вам приходили на исповедь совсем юные еще девочки, школьницы, и говорили, что вот они уже, ну, у них уже есть опыт блудной жизни, в общем, внебрачной? Конечно, такое встречается, но не часто, потому что обычно девочки после этих опытов перестают ходить в церковь. Они понимают, что это совершенно противоречит. Давление той мерзости, которой именуется коллектив, о котором вот здесь уже поминалось, и действительно это наблюдалось и раньше, но сейчас этот возраст очень помолодел. Поэтому в отдельном случае даже хорошо детей забирать из школы. На домашнее обучение вы имеете в виду переводить? На домашнее обучение. Да, потому что другого выхода просто нет. Я помню, когда я был еще молодой отец, мы приехали к отцу Ивану Крестьянкину, и он дал совет, как можно дальше надо держаться. От общества, от школы. От школы даже. Тогда можно будет воспитать. Нам это удалось. Я счастлив. То есть, то, что сегодня все больше и больше приобретает распространение домашнее обучение, хоумскулинг, английский термин. Оно заряжено и заточено на то, чтобы извлекать как можно больше денег. А что больше всего денег дает? Порнография и насилие. И так без конца вот эти сериалы, там бесконечные любовные истории, треугольники, многоугольники, там разводы, аборты и убийства. Убил 8 человек, убил 6, убил 5, и все раскрывается, это все. И бесконечное вот это. И вы говорите, можно это прекратить. Мы не можем, когда у нас только это, я не знаю, миллионы должны выйти на улицу и сказать стоп. Но у нас народ очень вялый, чтобы это сделать. У нас, например, в гимназии запрещены соцсети у детей до 10 класса. Гимназия православная? Да. И, между прочим, это не какое-то в взятой школе у нас то же самое. средневековье, это европейский опыт, например, во Франции. Ну, нам вот говорила администрация школ, когда вводила этот запрет, что во Франции нужно письменное согласие от родителей для того, чтобы ребенок завел страничку в соцсети. Мы действительно можем защитить, и мы должны это делать. Но ведь, получается, в этом случае школа проигрывает перед родителями, если она не способна воспитывать, как вы говорите, ребенка, и родители забирают на домашнее обучение детей. Знаете, дело не только в школе, дело в целом в обществе. Я здесь согласна с Дмитрием Дмитрием. Пока общество само себя, внутри себя не определит ценности, которые нужны для этого общества, для страны в целом, для будущих поколений. И когда это не станет нормой и общественным порицанием того, что нехорошо, или это даже нехорошо осуждаемо обществом, когда там, предположим, представьте, в старые времена, там, в 19-м, 20-м веке, неважно, когда бы пришла девочка, там, беременная, даже в 17 лет, ну, будучи не замужем, или в 18 лет, это трудно себе представить. Да, конечно, были всякие случаи, нельзя говорить, что это совершенно там исключение, но это действительно было полным исключением на тот момент. А сегодня это никем не осуждается. Посмотрите, что получается. Она родила в 12 лет. В 11, я извиняюсь, но сколько можно по всем каналам показывать Исаеву, вот, национальный герой, она родила в 11 лет. И второй товарищ, который продолжает дальше ее супруг измываться, значит, теперь уже не только над ней и так далее, да он сидеть должен был и получить самое высокое наказание вместе со всеми теми, кто был там опекунами, значит, комиссиями несовершеннолетних ведал и так далее, и так далее. Это комплексный вопрос. Поэтому, когда общество становится другим, оно становится в целом ряде решения многих вопросов. И то, что делается на телевидении, и что делается в печати, как пропагандируется насилие. Я вчера проанализировала, а сколько часов в день идут программы, где стреляют, где есть определенное насилие, убийства, трупы с кровью и так далее, и так далее. Как вы думаете, сколько часов в сутки на всех каналах сфимировано? На всех федеральных каналах, вы имеете в виду? Не только федеральных. Не только федеральных. Вы удивитесь, не 24 часа. Если вы это все сложите, это больше 100 часов. В сутки. Все. Что вы хотите тогда? Многие молодежь что делает? Они сидят и смотрят эти же программы через компьютер и так далее. Значит, это система, которая должна позволить изменить отношение к меньшинствам, к тому, что разделить и сказать, что мальчика и девочку нельзя называть мальчика и девочку. А к нам приезжают представители правозащитников западных, в кавычках, правозащитников, и говорят, а вы неправильно ведете работу в России? Потому что, как это так? Уже в Германии мальчика нельзя назвать мальчиком в детском саду, девочку девочкой. Это нарушение прав ребенка. Он сам потом выберет. Ну, то есть, если они хотят умереть, и чтобы все вымерло у них, это их проблемы. Мы не хотим этого. Значит, сегодня мы должны дозировано, в соответствии с возрастом, с физиологией человека, с развитием его психики, включить всех полностью, тех, кто отвечает за то, чтобы из школы вышел человек, и то он будет еще не готов к жизни, к такой, как необходимо, таким, как мы хотели бы видеть свое будущее. Ну, вот пока мы имеем эти данные, вот это действительно очень низкий возраст, начало половой жизни. Почему такое происходит? Как вы думаете? Потому что ранняя потеря девственности, ранний половой опыт, это модно среди подростков? Это доблесть, которой надо гордиться, которой надо кичиться? Да, то есть это... Можно я скажу? Мои коллеги несколько лет назад из Екатеринбурга провели анонимное анкетирование в старших классах. И что же выяснилось? Оказалось, что эти дети врут друг другу, многие, что они уже прошли огонь, воду и медные трубы, потому что это модно и престижно, вот, сохраняя при этом чистоту. Это же, значит, все перевернулось ног на голову, целомудрие, постыдно, а разврат, наоборот, моден. Более того, обратите внимание, ведь те страны, те элиты, которые экспортировали к нам в свое время на заре 90-х идеологию планирования семьи, которая как раз предполагает прямое расстрение в школах, в системе здравоохранения, везде, повсеместно, они-то у себя, в частности США, при Трампе, еще даже до него, вкладывают миллиарды долларов в концепции образования, которые называются воздержание до брака. Миллиарды долларов. И поэтому на сегодня в США уровень подростковых беременностей самый низкий за последние 90 лет. Они осознали ценность этого для себя? Они осознали давно, просто есть продукт на экспорт, а есть продукт внутреннего потребления, который они субсидируют, финансируют, и даже платят еще религиозным организациям и общественным, которые проводят, притворяют в жизнь вот эту идеологическую предприятию. За пропаганду, ну, как бы, да, проповедь, целомудрия, как основу национальной безопасности общества. Ну, кроме того, помимо всего прочего, еще ведь и ранний старт половой жизни это просто физиологически вредно, Евгений Федорович, можно как врачу Вне всякого сомнения, но я хотел бы включиться еще в эту дискуссию. Сегодня стартовал как раз очередной форум, называется «Репродуктивный потенциал России». Версии и контроверсии здесь у нас в Москве, которые проводятся ежегодно. И вот как раз наш форум собирает очень много специалистов не только медицины, это и психологи, это и юристы, вы знаете, вот Валентина Александровна тоже у нас участвовала несколько раз в этих мероприятиях. И мы разрабатываем свои стратегические определенные направления, которые бы позволили с одной стороны уменьшить количество раннего вступления в половой жизни. С другой стороны, если уже такое свершилось, предотвратить какие-то, но нас не слышат, мы не можем достучаться вверх подчас, потому что где-то это гаснет на уровне бюрократических каких-то наших передвижений. А с другой стороны, здесь общество целиком должно вздохнуть очень глубоко и выдохнуть, чтобы жить не так уж много надо. Вдох и выдох. Вот и все дела. Вдох. Посеять в человеке душу. Выдох. Чтобы взошла она. Если я своего ребенка, уже подростка, обязан возить, потому что я боюсь, что здесь может быть насильник, здесь может быть нападение, здесь может быть... Он ограничен. Дом, школа. Школа, дом. И когда получает этот гаджет, когда он вырывается уже в своем подростковом, вот здесь становится неудержимо. И вот эта ситуация как раз-таки должна быть нами нивелирована. Нивелирована каким образом? В первую очередь, это должно быть домашнее воспитание. Самое главное и непререкаемое. И второе, это взаимодействие с тем коллективом, в котором находится твой ребенок. А как вести себя родителям, если, например, они просто... Ну, бывает, что некоторые родители как-то растерянные и сами не знают, как правильно рассказывать детям, если вдруг будут от них вопросы. Родители стесняются? Мне очень часто родители об этом говорят. Я работаю в центре православной семьи, и там в основном православные родители, они об этом мне рассказывают. Но это не случайно. Дело в том, что тема физической стороны любви в русской культуре самая запретная тема. Поэтому в таком богатейшем языке, как русский, нет даже слов, которые бы эту физическую сторону любви обозначали. Недаром говорят про это. Вот. Ну, ничего страшного в этом нет. Я родителям говорю, что если им задали дети какой-то вопрос, они должны ограничиться самым общим ответом. И дети прекрасно это понимают и удовлетворяются этим общим ответом. Если же об этом спросил подросток, он спросил для того, чтобы мама покраснела. А, то есть специально, чтобы ее поставить. Активное поведение, что он уже все знает. Теперь, к сожалению, слишком много источников такого знания. Вот. Поэтому, если он спрашивает, он просто хочет маму ввести в краску. Мама, я знаю, даже больше, чем ты. Разрешите, вот я хочу сказать, что, несмотря на то, что мы можем благостные вещи говорить, это правильно и нужно. Все-таки определенные действия требуют определенных положений, в том числе финансовых, со стороны государства. Я считаю, что благополучно развалили систему образования, в том числе высшего образования. На сегодняшний день, я считаю, многие вещи просто не выдерживают критики. Я не буду об этом долго говорить. Ну, например, когда приходят на второй уровень образования магистратуру, люди, которые не имеют базового юридического образования, они непонятно кто приходят и с удивлением и получают в итоге дипломы юристов. Так вот, все стоит денег. И это то, что отпихнуться. Вот вы сами заплатите и так далее. Приблизительно таким же путем, к сожалению, глубокому, идут и государства в целом отрезания, так сказать, всех финансирований, все, что связано с образованием на первом этапе, это, я имею в виду, школьное образование и так далее. Я хочу сказать, что после в нищей стране, в России, в СССР, разрушенном в Дребецк, тем не менее, через буквально 10-15 лет мы увидели самую высокую школу, я имею в виду, науки. Почему? Да потому что на фоне нищих зарплат, тем же рабочим и так далее, профессоры, так сказать, доценты в университетах и так далее получали достаточно серьезные и солидные зарплаты. Люди пошли туда, в том числе, это было способствовало, мы выросли определенную школу, эта школа стала учить других студентов, и мы получили сегодня те разработки, которыми мы пользуемся, сегодня, они оказываются самые передовые в 21 веке, те, которые были у нас в 60-70-х годах сделаны во многом, и это были люди, которые занимались делом, они нравственны, потому что они были заняты другими вещами. И выстраивать свою систему безопасности в плане как раз целомудрия. Это система образования вложенных, заниматься надо нашей молодежью, наконец, понять, что, конечно, все важно, и дороги это важно, но, действительно, самые сегодня большие усилия должны быть направлены на сохранение нашего населения, на нашу молодежь, и самым серьезным образом заняться этой проблемой. Нет, на сохранение не только, вот то, о чем вы сказали, а самое главное, что самый важный оплот для того, чтобы разрушить любое государство, нужно разрушить семью. Потому что управлять людьми без детей, управлять ни мужчиной, ни женщиной, и так далее, гораздо проще. У него нет за спиной тех ценностей и той ответственности перед теми, кого он любит, ради кого живет, и так далее. Ни у одного, ни у другого члена семьи. Поэтому вложение в семью, как в таковую, это и есть вложение в общество, и вложение в целом, не только, значит, материальное, но и особенно, вот для меня очень важно, духовное. Потому что периоды были разные у государства. И, как вы сказали, экономически было тяжело, и так далее. Но от этого девочки не перестали быть девочками во время Великой Отечественной войны, когда удивлялись, да, вы знаете, эти враги тому, что у нас все девушками остались. Почему? Потому что здесь было и здесь было. Вот это для меня, например, является самым главным. Вы знаете, мне кажется, что то, о чем мы сегодня говорим, все-таки это вопрос того, что нам надо добиваться вместе с честными государственными деятелями, которые у нас, к счастью, есть, вместе со всем нашим народом, государственного суверенитета. И тогда вопросы образования и воспитания мы будем решать сами. Ни Америка, ни Брюссель, никто нам не будет диктовать. Так что вообще это вопрос очень серьезный и государственный. Настя. Я согласна очень с Ириной Яковлевной, что родители все-таки должны каким-то образом отвечать на вопросы детей по минимуму. Но все-таки говорить, когда о чем-то ты говоришь, ты должен знать, о чем говоришь. И я все-таки радую за повышение родительской культуры. Потому что у нас есть, например, книга того же Василия Протерея Василия Зиньковского «На пороге зрелости», которую не помешает прочитать не детям, а самим родителям, чтобы они понимали, что с их ребенком происходит, чтобы быть рядом, чтобы быть чутким, чтобы в любой момент поймать, если что-то коснулось его души, разума, какие-то мысли, впечатления. То есть, вот таким образом. Есть совершенно крайний случай, когда, например, несколько матерей Великобритании наткнулись на кадры очень жесткой порнографии в интернете и были шокированы тем, что смотрят их дети и решили, прошу прощения, самостоятельно снять хоум-видео, то, что называется, домашний, эротический фильм, для того, чтобы детям показать правильно, правильный кадр вместо того ужаса, развращенного, который их дети могут найти в интернете. Вот есть вот такой крайний случай, который даже в новости попал. Все-таки нам же нужны какие-то свои методические посуды. Зачем нам обсуждать чужой сумасшедший дом в государственном масштабе? Давайте лучше вспомним то, что у нас было прекрасное. Ведь у мальчиков был всегда труд, назывался урок труд, а у девочек домоведение. Домоведение в школьной программе. И потом мы менялись. Нас, мальчиков, на несколько занятий отправляли домоведение. А что там? Как готовить? Как ухаживать за младшими своими детьми? Как там пришивать пуговицы? Как там и так далее? А девочки смотрели, как можно забить гвоздь. И вот это, конечно, воспитание у нас ушло напрочь. Я не буду, так сказать, дальше. Отец Дмитрий, а вот если девочка действительно в 13-15 лет, ну вот она забеременела, да, она в ужасном состоянии находится, не знает, что ей делать. Ну, как родителям вести себя с ней? То есть, как вот эту проблему всем вместе в семье решать? Если родители не знают, как с ней быть, это говорит о том, что она их не интересовала все 15 лет. И сейчас бесполезно за 20 минут их чему-то научить. Это очень серьезная проблема. Девочку надо отдать человеку, заинтересованному в ней. Кто это будет, я не знаю. может, учитель, тренер, сосед, старшая подруга, но нужно ее всю выспросить обо всем, как она к этому пришла. А потом из этого обилия материала выбрать то, что бы ей подходило. Потому что у нас население все поражено страшным недугом. называется абортивное сознание. У нас весь народ заточен на убийство собственных детей. Мы очень старый народ. Средний возраст жителя России 40 лет. А должно быть 10. Нормально, чтобы страна развивалась, росла. Мы вымирающий, погибающий народ. И продолжаем заниматься самоубийством. Абортами, так называемой псевдо-масс культуры и так далее. Потому что кто-то веселится, какие-то праздники, 8 марта, Новый год, ура, но мы вымираем. Это пир во время чумы. Пока не перестроится концепция школьного образования, философия общества, все искали-искали смысл жизни, национальную идею. Ильин еще много десятилетий назад сказал рождение и воспитание детей. Вот что должно быть национальной идеей. Хотя у нас, к сожалению, часто бывает... Если мы к этому не вернемся, мы погибнем, как народ. Часто бывают ситуации, когда родители сами отправляют свою дочь на аборт в 15-16 лет, просто потому, что ну куда тебе в таком возрасте рожать ребенка? Но ведь родители, они тоже не появились просто так. Они тоже выросли в этом обществе. Это продукт нашего общества. Это продукт общества. Рожители сегодня те, которые в 90-е годы в детстве хотели мальчики стать бандитами, а девочки хотели стать легкого поведения. Я подчеркиваю, сегодня, к сожалению, они расселись по значимым кабинетам. Я хочу сказать, если мы в Дании расширяем жирафа, это не значит, что воспитывается любовь к животным. Если всем говорят про секс, это не значит, мы расширяем любовь к детям. Это разные вещи. И пора об этом, как говорится, говорить и понять. Я хочу сказать, что если школа не хочет опустить, она уже пустеет. Уже очень многие люди задумываются о домашнем образовании. То директора школ, педагоги, чиновники в области образования, они не должны допустить этого безобразия, этого растления детей через школу, которое называется сексуальное просвещение. И еще хочу сказать, дети, особенно подростки и юноши, они жаждут услышать о вечной любви. А не о безопасном сексе. А их кормят вот этой гадостью, этими помоями. Но душу помоями кормить нельзя. Она от этого звереет. Вот так вот. нужен диалог постоянный родителей с детьми. И нужно время, которое должны уделять как самому главному. Это формирование взаимоотношений с собственным ребенком. Чтобы ребенок не прятался, не боялся сказать правду, не боялся задать трудный вопрос. Это самое главное. А у нас порой очень часто родители прикрываясь разными проблемами на что угодно потратить время, но только не на собственного ребенка, который является самой большой ценностью. И этого недопонимают. А потом говорят, откуда у нас проблемы. Это, собственно, самый, мне кажется, главный наш общий вывод нашей сегодняшней программы. То, о чем сказала Валентина Александровна. Главный вердикт нашего разговора. Ну и вообще наши дети на самом деле намного лучше, чем мы порой о них думаем. И нуждаются они в светлом и добром, а отнюдь не в интимных штучках и не в сокровенных разговорах про это, в чем мы часто их подозреваем. Учите разговаривать со своими детьми, дорогие друзья. Это была программа «До самой сути на Спасе». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok